28 и 29 января в Саках прошел чемпионат и первенство Республики Крым по гребле индор среди юниоров и юниорок. Организаторами данного мероприятия являются несколько учреждений. Центр культуры досуга молодежи и спорта совместно с Инкишаф и некоммерческая организация вместе посодействовали в проведении соревнования. Торжественная часть открылась выступлением заместителя главы администрации города Саки. Так сложилось, что город Саки сегодня в передовеках по гребному спорту мы лучшие. В принципе, кроме города Саки, там Джон Коя и Синкеропольского района, больше гребли в принципе нигде нет. Поэтому нам приятно, что у нас в городе растут такие юноши и девушки, которые выступают в этом виде спорта, привозят в город медали. И главный лозунг всех наших соревнований – это за здоровый образ жизни. Я думаю, со временем мы придем к тому, когда у нас будет современная база, когда будут хорошие условия, лодки, и мы достойно будем представлены на территории Российской Федерации. В своем обращении организаторы и почетные гости мероприятия отметили важность физической и психологической подготовки, которые дают занятия греблей, а также пожелали ребятам успеха. Сегодняшнее мероприятие, оно первое в этом году, и оно как отборочное. И мы уверены, что наши ребята, они покажут хорошие результаты и попадут на чемпионат России и завоют какие-то призовые места. Представители администрации и организаторы мероприятия также попробовали себя в роли пловцов и показали неплохие результаты. Соревновались по установленным правилам. Ребята 2006 года рождения должны прогрести тысячу метров, 2005 года рождения – две тысячи метров, а юноши и девушки 2000 года рождения проплывут на тренажёре шесть километров. Внимание! Марш! Эргометр-тренажёр имитирует грибной канал, лодку и пару весел, но ни в коем случае не заменяет всё перечисленное. Рома занимается этим видом спорта уже три года. Ему нравится совершенствоваться в этом направлении. То, что развиваются все мышцы, ну, и так не куришь потом. Ну и, короче, это поможет и об армии, и везде. Соревновались не только опытные ребята, но и новички, которые только начали плыть в этом русле, но и правила им хорошо известны. Судья, пятикратный чемпион, мастер спорта международного класса, оценивал результаты ребят, полученные на тренажёры концепт. Когда гребёшь, нужно делать полные рывки руками. Надо полностью нагинаться и полностью оттягивать назад спину. Мне нравится то, что здесь можно поддерживать здоровье, напрягаясь руки, ноги, и потому что у меня ещё ходил папа на греблю, дядя. Ребята знают, что регулярные занятия греблей, как и любым другим видом физической активности, приводят к улучшению самочувствия. В процессе греблей задействовано 90% мышц. Этот вид спорта укрепляет весь организм, формирует правильное дыхание и вырабатывает вынос. Особенностью гребли «Индор» является то, что соревнования проводятся в зале на тренажёрах, оборудованных многофункциональными мониторами, которые фиксируют время, скорость передвижения и другие параметры, значимые для гребного спорта. Я считаю, что мы должны организовать здесь хорошую дистанцию, чтобы проводить всесоюзные соревнования и осенью, и весной здесь. Я сейчас уезжаю вместе с ребятами в Москву, буду встречаться с президентом федерации, российской федерации, буду встречаться с ключевыми фигурами общества. Динамовцы хотят приехать к нам. Мы до этого встречались с представителем Динамо, крымского. И все готовы сделать здесь такую базу, чтобы все могли приехать сюда и вести поготовку в осенне-зимний-весенний период. По итогам состязаний первое место среди юношей на дистанции 2000 метров занял Апсиметов Айдер, среди девушек на той же дистанции Жильцова Юлия. Анна Белецкая, Дмитрий Воснёв, САКИ. Новости на телеканале Тонус.